Здравствуйте! Вы смотрите программу события в студии Виктория Шаре. Эхо нашумевшего фильма «Левиафан» прокатилось по Самаре. В областной столице продолжаются судебные разбирательства между актером Валерием Гришко, сыгравшим роль архиерея, и депутатом Губернской думы Дмитрием Севиркиным. Мнение сторон выслушала Алина Чемерес. Ты, Вадим, соберись. И не сомневайся, ты благое дело делаешь. И хотя говорят, что благие дела делают радостно и легко, нельзя забывать. Враг-то не дремлет, то есть противодействует. Архиерей открыто покровительствует коррупционерам и призывает мэра небольшого города проявить силу, не уступать жителям, которые, отчаявшись, стараются сохранить свой дом. За эту роль главный режиссер Самарского драмтеатра Валерий Гришко навлек на себя гнев некоторых православных христиан. Депутат Губернской думы Дмитрий Севиркин написал отзыв о фильме в целом и о роли Гришко в частности, и опубликовал его на одном из самарских интернет-порталов. Парламентарий жестко раскритиковал образ священника и обвинил Валерия Гришко в оскорблении чувств верующих. Образ архиереи в фильме «Левиафан» подан в карикатурном смысле, не имеет ничего общего с реальной действительностью, является глумлением над епископатом русской православной церкви и над чувствами православных верующих. В ответ на резкие высказывания в свой адрес Валерий Гришко подал иск о защите чести и достоинства. Говорит своей ролью, никого обижать не собирался, лишь показал, что, к сожалению, в обществе встречаются двуличные люди, которые, прикрываясь высоким положением, действуют только в собственных интересах и являются звеньями коррупционной цепи. Больше всего актера задели заявление о том, что он не любит родину. Так бы я пропустил мимо ушей все это, но, я думаю, мой отец, фронтовик, он бы мне это не простил, потому что, когда мне говорят, что я не люблю родину, это оскорбление в памяти моего отца. И моей матери, которая была угнана в Германию, и девчонкой работала там. Валерий Гришко намерен требовать Дмитрия Северкина через суд компенсацию в размере одного миллиона рублей. Деньги актер планирует перевести в помощь Донецкой и Луганской республикам. Сам, родом с Донбасса. Уже прошли первые судебные заседания. Очередное состоится 12 мая. Алина Чемерис, Максим Гусев, События. В Самаре начато дело об обманутых туристах. Прошло первое заседание суда, где стороны ознакомили судью с документами. Напомню, в августе прошлого года туроператор «Лабиринт» объявил о прекращении своей деятельности. Более 20 тысяч туристов, купивших туры, остались без отдыха. Среди них оказались клиенты турагентства «Вавилон». После того, как вылеты отменились, туристы получили страховые выплаты. Турагентство вернуло клиентам свое вознаграждение от туроператора. А это только 10% от стоимости туров. Сейчас несколько человек пытаются через суд вернуть все свои деньги. В России уже есть успешная судебная практика. Тамбовский областной суд буквально в феврале этого года вынес решение взыскать с туристического агентства полностью стоимость тура, штрафы, неустойки. То есть там прям полностью все забрать в пользу туристов. В Новокубышевске произошло ДТП на железнодорожном переезде. По предварительным данным, 55-летний водитель 14-й, двигаясь в сторону поселка Маяк, проигнорировал запрещающий сигнал семафора и выехал на переезд. Машинист локомотива подавал предупредительные сигналы, применил экстренные торможения, но избежать столкновения не смог. Пострадавшего автомобилиста с травмами разной степени тяжести доставили в больницу. Его жизнь вне опасности. В Самаре продолжают ликвидировать последствия урагана. Из-за шквалистого ветра, который обрушился на город, во многих местах упали деревья, а в некоторых и остановки общественного транспорта, в том числе на пересечении улиц Пензенская и Дачная. Сотрудники специального подвижного состава городского трамвайного депо восстановили упавший павильон. Остановку будем сдвигать, так как на то же самое место нельзя поставить. Там проходит борозда, асфальт уже немножко испорченный. Сейчас ее сдвинем, она будет стоять лучше, а там потом приедут и асфальт заделают. В Самаре будут производить противогололедный реагент. Городской департамент промышленной политики провел переговоры с предприятием «Самара Химтехнология». Этот завод поддерживается Министерством промышленности Самарской области и участвует в программе импортозамещения. Бороться со скользкими улицами уже следующей зимой будет и дешевле, и проще. Вместо того, чтобы запасаться противогололедным бионордом, который привозят из Перми, городские власти договорились о производстве подобного реагента в Самаре. Также завод «Самара Химтехнология» будет производить дорожный шампунь. «Рассказали о том, какие потребности есть у города. Они хотят делать альтернативно, не так, как в Перми. Нам необходимо локализовать ресурсы, которые есть на территории Самарской области. Именно поэтому будет браться другая технология. Технологию планируют брать из Германии». Совместно с руководством предприятия был составлен план-график работ по запуску химического производства. От создания рецепта до испытаний продукта на дорогах в реальных условиях должен пройти год. «Постановка производства требует времени, тем более, что мы рассчитываем, что это будут именно крупные производства, которые не только на Самару будут работать, но и на другие города. У меня все-таки просьба посмотреть, проанализировать с руководством предприятия возможность сокращения сроков». Также первый вице-мэр отметил, что этот проект является стратегическим, поэтому он получит максимально возможную поддержку. Лариса Шлафаст, Марина Матвейшина, Станислав Левин. События. В железнодорожном районе Самары появилась первая аллея героев. В планах открыть еще несколько. К 70-летию победы увековечивают память всех героев Советского Союза, наших земляков. На фасаде 121-го дома по улице Красноармейская после реставрации появилась мемориальная доска героя Андрея Рахманова. На этих старых фотографиях герой Советского Союза Андрей Александрович Рахманов. Он попал на фронт в первые дни Великой Отечественной войны. Участвовал в обороне реки Днепр, был дважды ранен. Звание начальника артиллерии стрелковой дивизии держал оборону в Подмосковье, не пропустив врага в столицу. Потомки Андрея Александровича бережно хранят память о нем. Юлия Аграфенина своего дедушку не видела. Он умер до ее рождения, но по рассказам родственников она хорошо знает о подвиге деда. Мне очень много про него рассказывала бабушка, рассказывала, конечно, много из его военных подвигов. Я очень горжусь тем, что я его внучка, что я в этой семье, стараюсь делать все, чтобы быть достойной. Память о герое Советского Союза на фасаде дома, где он жил после войны, установили мемориальную доску. О победителях теперь будет напоминать и аллея героев. Еле посадили во дворе домов 23-25 по улице Гагарина. Городич, в каких войсках срочную? Мотопехота. А, ну вот я говорю, мы с тобой привычные копать. Особенно в учетке. Да. Каждому дереву присвоили имя героя Советского Союза, который жил в Самаре и, в частности, в железнодорожном районе. Наши ветераны сражались ради жизни, да, ради жизни наших людей. А дерево – это олицетворение, наверное, некоторой жизни. Они будут расти, эти елки будут вырастать, деревья будут большими, и будут расти вот эти ребята, которые школьники сегодня проходили. Ну, и вместе с этим будет оставаться и память о подвиге наших земляков. Не забывают и о тех, кто дожил до наших дней. Им всесторонние заботы и внимание. Мы выделили все адреса, по которым до сих пор проживают ветераны. Пять адреса обслуживания данных домов мы взяли на особый контроль. Заявки, которые поступают по касающейся нашей работы, они исполняются в особо короткие сроки и с пристальным вниманием. Аллеи героев появятся и в других дворах Самары. В управляющей компании ЖКС обещают – обязательно будут ухаживать за именными деревьями. Марина Матвеевич, Наларей Сашлафас, Артем Сулайманов. События. Письма в прошлое. Фронтовые треугольники ко Дню Победы получат ветераны Самарской области. Учащихся школ и колледжей написали теплые слова, пожелания и выразили благодарность в письмах к тем, благодаря кому такая долгожданная и трудная победа стала возможна. Лучшие письма будут опубликованы. Уважаемый ветеран, хочу сказать вам большое спасибо за жизнь и свободу. Мне хочется поблагодарить вас за то, что вы подарили молодость нам. Уважаемый ветеран, я от всей души поздравляю вас с великим праздником Победы в Великой Отечественной войне. Мы не можем представить себе ужасы и трагедии, которые вы пережили, сражаясь за наш общий дом. Прадед Глеба Бердникова по материнской линии в 42-м пропал без вести. Даже похоронку на его имя не прислали. Имя прадеда по отцу высечено на мемориальной доске на площади Славы. Война коснулась каждой семьи в нашей стране, и это понимают даже дети. Я пишу им благородное письмо на тему «Спасибо за мирное небо». Потому что, если бы не они, то, возможно, не то, что мы бы не писали бы сейчас. Возможно, вообще бы нас не было. В первый день акции «Фронтовые письма» приняли участие почти 150 учеников 6-х и 10-х классов Самарского медико-технического лицея. Всего фронтовые письма напишут больше 46 тысяч детей со всей Самарской области. Детям это очень важно, когда их письма не просто останутся сочинениями, не просто принесутся домой, а будут вручены, и кто-то их теплые слова, их искренние пожелания услышит. Это очень важно. Лучшие письма будут отобраны, и в следующем этапе эти письма будут опубликованы и изданы в виде книги Самарской области. В течение нескольких дней губернские школьники будут писать письма ветеранам. 27 апреля состоится единый день написания писем. К 9 мая каждый ветеран получит фронтовой треугольник. Мариана Мирная, Станислав Левин. События. 9 мая 2015 года по инициативе Общероссийского народного фронта в состав Парада Победы будет включено шествие Бессмертного полка, которое состоится после основного парада. Любой желающий может принять в нем участие, имея при себе ламинированную черно-белую фотографию своего родственника, участника Великой Отечественной войны форматом А3. Фотографии, желательно портретные, фронтовые, в военной форме, можно изготовить самим или обратиться в специальные пункты. Они есть в каждой районной администрации, а также в Центральной детской библиотеке на улице Аэродромная и в библиотеке имени Крупской на Самарской. Здесь снимки бесплатно отсканируют и оцифруют. Фотографии принимают до 27 апреля. Ориентировочное место сбора участников шествия Бессмертного полка 9 мая улица Некрасовская между Молодогвардейской и Чапаевской в 10 часов. Планируется, что колонна двинется в сторону площади Куйбышева в 11.45. Православные верующие отмечают Радоницу. Несмотря на то, что это день поминовения усопших, в этот праздник принято радоваться. Традиционно, по инициативе областного союза журналистов, в Самаре отдали дань памяти ушедшим из жизни журналистам. В скорбном списке более 400 имен. В память об ушедших коллегах учреждены именные премии. Журналистам их вручают каждый год. Мне кажется, та традиция, которую мы завожили 20 лет назад, она приносит свои плоды, потому что поминать усопших журналистов приходят студенты. И для нас это очень важно, преемственность поколений. С одной стороны, мы помним о наших коллегах, с другой стороны, у молодых журналистов, которые только приходят в профессию, есть у кого поучиться. Мастерство самарских музыкантов отметили на федеральном уровне. Статьи о симфоническом оркестре Самарской филармонии появились в музыкальном обозрении, литературной газете и в журнале «Музыкальная жизнь». О том, как музыканты с Волги покорили столицу в нашем сюжете. Надо отдать должное филигранному мастерству солистов оркестра и, безусловно, Михаилу Щербакову, который на редкость гармонично объединил импровизационность, свободу высказывания с железной логикой классической формы. Попасть на страницы музыкального обозрения – мечта любого исполнителя. Симфонический оркестр Самарской филармонии недавно удостоился этой чести. За выступление в Москве столица рукоплескала гостям с берегов Волги. И Москва не единственная. Музыкантам Самарской филармонии аплодировали в Германии, Испании, Тунисе, Китае. Стремительный взлет и грандиозные победы на музыкальном поприще пришлись на 90-е, когда у руля коллектива встал маэстро Щербаков. Сегодня оркестр носит почетное звание «Академический», которого удостоился в 1993-м. Это музыкальная визитная карточка города, а высокая оценка в федеральных изданиях тому подтверждение. Коллектив всегда стремился заявить о себе на всю страну. Обратить внимание на оркестр, который достойно представляет Самару в Москве, может также достойно представлять за рубежом, и содействовать тому, чтобы имидж Самарской области, авторитет Самарской области возрастал. Самарская жизнь должна быть представлена за пределами Самарской области многогранно. Заслуженный деятель искусств, народный артист России, Михаил Щербаков возглавляет оркестр с 1991 года. Вспоминает, путь к музыкальной славе был невероятно трудным и захватывающим. Впервые за скрипку будущий маэстро взялся в 6 лет. Окончил музыкальную школу, затем Уральскую консерваторию. Дирижировал в Грозном, Ярославле, Астрахани. Стоял на одной сцене с великими Ростроповичем и Колобовым. Сегодня Михаил Щербаков уверен, дирижер – локомотив для оркестра и мессия для слушателя. Я сам вкладываю, конечно, всю свою душу в то, чтобы для людей любая симфония, которая им когда-то казалась, может быть, непонятной, какой-то скучной, вдруг для них открывалась такими гранями. Королевой гармонии и мелодии Щербаков считает российскую классику. Говорит, про Кофьева и Рахманинова, Шостаковича и Чайковского превзойти не удалось никому в мире. Чувствовать музыку, как нечто живое, материальное – вот высший пилотаж, уверен маэстро. Алина Чемерис, Дмитрий Мешканцов, События. В Самаре продолжается «Неделя добра». Это ежегодная добровольческая акция, которая проходит по всей России. В Самарской школе номер 175 дети вместе с родителями и учителями решили собрать средства на лечение тяжелобольной девочки. Холодное пасмурное утро ученики 175-й школы начали с по-настоящему теплых песен. Круг добра объединил учащихся младших классов. Дети решили помочь своей сверстнице Кате. У девочки врожденный порог сердца. Нужна уже шестая операция. Сама поддержка детям, не знаю, мне кажется, это очень важно, потому что бывает, вот сам не знаешь, может ты тоже болеешь, но не проверялся. И я решила просто поддержать, ей нужно это. Мне показалось, что это будет шанс на выздоровление. Средства на лечение собирают всем миром. Помогает Российский фонд помощи, один из крупнейших благотворительных фондов страны. Сегодня каждый какую-то маленькую частичку добра от себя отдаст и сделает небольшое доброе дело. Но когда их много, когда они все вместе, можно сделать большие хорошие дела. Эта акция стала для школьников настоящим уроком добра. В конце необычной линейки дети запустили шарики с пожеланиями мира и здоровья. Шарик в небо полети и Катюше помоги! Валерия Макарова, События Россияне смогут получить пенсии не только через государственные, но и через частные банки. Пенсионный фонд дополнил перечень банков, выдающих пенсии гражданам первым частным Бинбанком. Смотрите новости экономики сразу после нашего выпуска. Телефон редакции 202-11-22, наш сайт samaragis.ru Читайте нас в Твиттер, скачивайте приложение и смотрите телеканал Samaragis на экранах смартфонов и планшетов. Всего вам доброго и до встречи! Здравствуйте! Финансовые новости на телеканале Samaragis. Россияне смогут получать пенсии не только через государственные, но и частные банки. Пенсионный фонд дополнил перечень банков, выдающих пенсии гражданам, первым частным Бинбанком. По словам источника близкого к ПФР, сейчас обсуждаются дополнительные кандидатуры на включение в перечень. Это Альфа-банк, Совкомбанк, ХКФ-банк, Росбанк и Банк Открытия. В Пенсионном фонде России также подтвердили, что ведут активную работу с частными банками. Пока же пенсии имеют право выдавать лишь Сбербанк, Банк Москвы, Газпромбанк и ВТБ-24. Банки просят отложить введение ограничения полной стоимости кредитов. Письмо с такой просьбой направил Альфа-банк. Ранее требование ограничить стоимость кредита объяснялось необходимостью охладить рынок потребительского кредитования, который до 2014 года рос на 20-40% в год. Альфа-банк считает, что и 1 июля применять требования по ограничению ПСК преждевременно и предлагает два варианта. Предоставить банкам еще одну отсрочку, либо разрешить отклонение от средней ставки не на одну треть, как указано в законе, а в два раза. Лично я думаю, и многие со мной согласятся, что аппетиты банкиров надо жесточайшим образом ограничивать. Занятость египетских отелей так и не перешла в обещанный рост. Сейчас гостиницы Шарм-эль-Шейха и Хургады заняты на 50-60%, а скоро свободных номеров станет еще больше. По данным Ассоциации отельеров Египта на юге Синайского полуострова и в Хургаде, занятость гостиничных номеров составляет 65% от общей мощности отельного сегмента страны. Печально, но факт. Российский фондовый рынок открылся разнонаправленно. Индекс РТС в первые минуты торгов опустился. Индекс ММВБ растет до отметки 1694 пункта. Среди лидеров РОСТа – Фармстандарт, Яндекс, ФКБ Открытие, Полюс Золото и Алроса. Аутсайдеры – Русал, МРСК Центра, ЛСР, Аптичная сеть 36,6, АФК Система и РДР Русала. К открытию торгов в России сложился смешанный внешний фон. Американские индексы завершили день с повышением на фоне позитивных отчетностей Морган Стэнли и Хасбро, а также на ожидании публикации финансовых результатов IBM, Google и Microsoft. На азиатских площадках преобладает положительная динамика. Нефтяные котировки торгуются с около нулевой динамикой. Курс доллара на 21 апреля – 51,52 рубля, курс евро – 55,49 рубля, золото стоит 1993 рубля за грамм, серебро стоит 26,65 рубля за грамм, цена нефти марки Brent – 63,03 доллара за баррель. На сегодня это все. Удачи в делах. Здравствуйте, с вами Сергей Кизоркин и значит вы смотрите «Самарские новости спорта». Самарские грибцы привезли полный комплект наград с Кубка России. Гандбольная лада вышла в финал чемпионата страны. Баскетбольные красные крылья забыли, что такое победа. Красные крылья в единой лиге сыграли с «Зенитом» неудачно, хотя первую четверть ввели в три очка. Но потом инициативой завладел «Зенит» и красные были все время в роли догоняющих. Чтобы вырвать победу, крылья на последних секундах встречи дважды брали тайм-аут. Результат совещаний – 84,85 в пользу соперника. После планерки уже «Зенита» счет изменился не в пользу самарской команды 86,84. Очередное поражение «Красных крыльев» и финиш чемпионата страны клуб проведет в Красноярске с местным Енисеем. Лидер лиги ЦСКА. В полуфинале плей-офф чемпионата России среди команд Суперлиги «Тольятинская лада» обыграла Звенигородскую звезду. Первый тайм автозавод совели в два мяча. Окончательный счет установился на отметке 27-23. Золотый чемпионский титул «Лада» разыграет у себя дома в пятницу. Соперник – Ростов-Дон. Ростовчанки в полуфинальной серии расправились со счетом 2-0 с Астраханочкой. В Краснодаре разыграли Кубок России по гребле на байдарках и каное. Самарские спортсмены завоевали три медали. Бронза на счету Михаила Павлова. Он на каное двойки с Кириллом Шамшуриным из Москвы финишировал третьим на тысячи метров. В одиночном разряде и на дистанции в два раза короче серебро привез Илья Штоколов. Отставание от чемпиона земляка Павлова составило чуть больше секунды. В результате такого успеха Михаил поедет на чемпионат континента. Это были новости спорта от Сергея Кизоркина. Будьте здоровы и занимайтесь физкультурой. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова